Программа выходит при поддержке областной клинической больницы Акимата Южно-Казахстанской области. Ваше здоровье – наш престиж! Здравствуйте! Я с удовольствием приветствую всех, кто сейчас смотрит программу «Медикон», а значит хочет быть здоровым. Сегодня в нашей программе в Казахстане ведут систему записи на прием к врачу через Центр обслуживания населения. Как это будет работать и что это даст? Заботу о старшем поколении проявляют алматинские медики. Уже пять лет в городе действует школа «Здоровье для пожилых людей». Полет комара или в Китай зафиксирован третий случай заражения лихорадкой ЗИКа. Это вам не Европа. Почему в Казахстане не дают инвалидность за ожирение или 50-летняя жительница Северного Казахстана умоляет чиновников присвоить ей инвалидность? Женщина весит 140 килограммов. Ошибка размером 10 на 10 или история о том, почему врачей надо спрашивать, не забыли ли они что-нибудь внутри вас по окончании операции. Квота на экстракорпоральное плодотворение или сколько в этом году появится шансов у бездетных семей. Еще сами дети, а уже родители. Чем опасна ранняя беременность для неокрепшего организма? И каковы прогнозы на будущее? Об этом с нашим гостем. В эфире Медикон. Курорт Сарагаш известен не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Главное богатство Сарагашского района – это, конечно, минеральная вода. Врачи называют ее уникальной. Эта вода может вылечить целый букет болезней. В Казахстане ежегодно в Сарагаше отдыхают 70 тысяч человек. Даже зимой в санаториях почти нет свободных мест, поэтому знаменательный курорт, знаменитый курорт хотят расширить. Местные власти уже представили новый проект. На территории в 600 гектаров построят новые здравницы, кафе, ресторан, автовокзал и даже аэропорт. За основу нового проекта по развитию туризма здесь брали чешский курортный комплекс Карловы Вары. Эта дорога ведет к знаменитому своими целебными водами санаторию Казахстана. Именно здесь, в поселке Коктирек, расположен санаторий Сарагаш, который появился в середине прошлого века. Сегодня здесь действуют 22 санатория. Самому старому исполнилось уже полвека. История курорта Сарагач была с 1948 года, когда геологические разведки обнаружили вместо нефти горячую минеральную воду. Целебное свойство воды очень хорошее, слабо минерализованное. Она в основном в данное время эффект желудочно-кишечного тракта, печени и почек. Также есть очищение кровеносных сосудов из токсинов и шлаков всяких. Чистый воздух, целебные свойства, воды и лечебные процедуры привлекают сюда не только казахстанцев, но и туристов из дальнего и ближнего зарубежья. Это супружеская пара из Алматы. В санаторий на лечение приезжает регулярно. В позапрошлом году нас уговорили друзья поехать в Карловары. Мы поехали. Там, знаете, питание, обслуга, все красиво, но вода у нас лучше. Нет, потом процедуры у нас самые лучшие. Ну да, там процедуры у нас лучше. А там сказали, идите в поликлинику, там очищение будет делать. Понимаете? А здесь все процедуры. В советское время ездили в Весентуки, ездили в Железноводск, потому что мы не стенили свое. А когда уже возможно не было, один раз приехали, больше мы никуда не поедем. А это знаменитый курорт Чехии, расположенный в месте слияния рек Тепла и Огржа на высоте 300 метров над уровнем моря. На юге Словаков лес, окруженный горами. В самом центре целебные источники. Сюда приезжали поправить здоровье Гетты, Бетховен, Петр Первый, Тургенев, Кавка и Гагарин. Сегодня курорт ежегодно принимает до 50 тысяч человек. Чтобы поднять уровень санатория Сарагаш до такого международного, областное управление архитектуры Акима Сарагашского района разработали совместный проект курорта по аналогу знаменитых Карловых Вар. Главная дорога жизни от Шымкент-Шнадцатой трассы заезжаем. Там уже сейчас идет работа по расширению улицы. Проект предполагает расширить имеющуюся площадь, увеличить количество санаториев, создать единый архитектурный ансамбль. На территории курорта предусмотрены развлекательные заведения, аквапарк, велодорожки, два искусственных озера и поле для игры в гольф. Укрупненные есть технико-экономическое обоснование. Но сперва надо, чтобы развить, нужно инфраструктуру вести. Сейчас на данном этапе построили мост через реку Келес, новый мост построили. Дальше уже хотят очистное сооружение заново сделать, канализационное очистное сооружение. К слову, проект предусматривает и внедрение зеленых технологий с использованием солнечных панелей. Уже начались работы по расширению дорог, возведен новый мост через реку Келес. Проектом уже интересуются инвесторы. Вполне возможно, что в ближайшем будущем санаторий Сарагаш выйдет на новый уровень международных стандартов. Мы продолжаем нашу программу. Сколько шансов появится у бездетных семей в этом году? А точнее, какое количество квот на экстракорпоральное оплодотворение будет выделено в 2016 году? Об этом Ксения Поленица. Искусственное оплодотворение в Южном Казахстане скоро станет совершенно обычным делом, считают специалисты. Министерство здравоохранения и социального развития выделили квоту на систему ЭКО. Эта услуга впервые станет доступна в медицинских учреждениях Шимкента. Уже несколько лет на базе областной клинической больницы работает Центр экстракорпорального оплодотворения. Благодаря слаженной работе специалистов на свет здесь появились более 15 детей. Супружеская пара приходит к нам для установления диагноза бесплодия. То есть все начинается с обследования. После полного обследования и выяснения причины бесплодия мы начинаем непосредственно лечение бесплодия. Женщина проходит курс гормональной стимуляции. Когда наступает время забора яйцеклеток, забор яйцеклеток непосредственно проводится в функционной комнате. После забора фолликулярной жидкости передается в эмбриологическую лабораторию, где ведется непосредственно сам поиск ооцитов, то есть яйцеклеток. Процедура экстракорпорального оплодотворения заключается в том, что само оплодотворение, слияние женской и мужской половых клеток происходит в специальных лабораторных условиях. Эффективность ЭКО составляет от 40 до 50%. АПП направления смен Тегенбулла. Для получения направления на ЭКО супружеской паре, страдающей бесплодием, необходимо встать на диспансерный учет по месту жительства и динамически наблюдаться. После соответствующей подготовки медицинских документов, врачи первичной медико-санитарной помощи направляют документы в Управление здравоохранения для решения вопроса направления бесплодных пар на ЭКО. По неофициальной статистике, каждая седьмая семья в Казахстане имеет трудности с зачатием ребенка, говорят врачи. Для третьей единственной возможностью уметь детей является экстракорпоральное оплодотворение. В настоящее время в стране работает 10 центров, 7 из которых частные. Ежегодно в Казахстане делается около 3,5 тысяч программ искусственного оплодотворения. За 16 лет с помощью вспомогательных репродуктивных технологий в республике родились около 6 тысяч детей. Программа выходит при поддержке областной клинической больницы Акимата Южно-Казахстанской области. Ваше здоровье – наш престиж. Экстракорпоральное оплодотворение является самым эффективным способом забеременеть при бесплодии. В отделении ЭКО областной клинической больницы проводится лечение всех видов женского и мужского бесплодия. Имеется собственная эмбриологическая лаборатория. Проводятся процедуры ЭКО и ЭКСИ. За время работы центра почти два десятка семейных пар обрели долгожданных малышей. Наш адрес – майлы Кожа, 4, телефон 53-42-07. В эфире «Медикон». Жительница Алматинской области Мируэрт Курманова. Операция кесарево сечения едва не стоила жизни. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Вот только после выписки из роддома самочувствие молодой мамы ухудшилось. Позже выяснилось, что медики оставили у нее в животе инородное тело. На снимке видно темный круг. Это марлевая салфетка размером 10 на 10, оставленная врачами в животе Мируэрт Курмановой. Роды принимали медики центральной больницы из Кельдинского района. Операцию кесарево сечения, по словам девушки, проводила главный врач. После манипуляции последовали жуткие боли в животе. С ними пациентку и выписали. Назначенное лечение не помогло. Из раны сочилась жидкость, и каждое движение давалось трудом. Мируэрт рассказала, как неоднократно обращалась к врачам, но их процедуры результата не принесли. Тогда девушка поехала на обследование в Талдыкурган. Кстати, статистики того, как часто казахстанские врачи оставляют в телах своих пациентов инородные предметы, официально не ведется. Но случаи эти нередки. В конце января подобная ситуация произошла в Южном Казахстане. В теле пациентки после операции медики забыли ткань длиной в один метр. Мы продолжаем нашу программу. Я очень хочу представить вам гостю, который находится сегодня в нашей студии. Знакомьтесь, у нас в гостях сегодня Айгуля Октябрьина Сапрогалиева, заместитель руководителя управления здравоохранения по Южно-Казахстанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас у нас в гостях. Пригласили вас сегодня, чтобы поговорить на такую важную и щепетильную довольно-таки тему. Это ранняя беременность, поскольку в последнее время новости просто пестрят случаями. И вот так и хочется задать вопрос, то ли ситуация обострилась и стали прогрессивными такие наши девочки в 14-15 лет, или раньше все настолько замалчивалось, но ситуация была подобной? Ну, я думаю, что ситуация была подобной, просто сейчас очень большое внимание подростковой беременности уделяется и со стороны правительства, и со стороны акиматов местных, и со стороны силовых структур. Это прокуратура, ДВД. Как бы всегда органами, которые расхлебывают эту так называемую подростковую беременность, это является образование и здравоохранение, традиционно. Хотя я считаю, что это проблема не только образования, не только педагогов и не только медиков, которые, к сожалению, расхлебывают уже факт. А это проблема общества и его отношения... А вот как раз таки я хотела спросить. Вот мы, конечно, я понимаю, что обсудить и осудить очень много желающих эту ситуацию, ну, в принципе, как вообще в целом ситуацию ранней беременности. И мы не будем говорить, кто в этом виноват. А хотелось бы поговорить о том, в чем же все-таки причина. Может быть, все идет с семьи, из дома? Ну да, совершенно верно, что причина подростковой беременности, нежелательной подростковой, или нежеланной, как мы говорим, подростковой беременности, это отсутствие внимания со стороны взрослых, близких, это мамы, папы, семьи, к девочке, подростку. То есть есть у нее менструация? Нет. Живет ли она половой жизнью или нет? Изменились ли ее поведения, вкусовые какие-то, скажем так, традиции? Или куда-то она стала исчезать подолгу или не ночует дома? Или часто у какой-то подруги бывает поинтересоваться, что же с ней происходит? Или вызвать ребенка постараться на откровенный разговор между мамой и дочкой, насколько это будет возможно? Я понимаю, что ситуация с семьей бывает разная. Есть семьи, где отношения между родителями и детьми построены на дружеских отношениях. То есть ребенок открыто с детства рассказывает все, что с ним произошло, вплоть до того, в чем он провинился. То есть это полное доверие? Полное доверие. А есть ситуации, где мама занята, папа занят, они работают в командировке и так далее. И не замечают, что у ребенка вырос живот, что у ребенка нету подолгу месячных, почему? У ребенка есть какие-то вкусовые изменения. Поведенческие, настроенческие. Поведенческие изменения, настроенческие, плаксивость. Но при этом взрослые не замечают просто-напросто или не хотят замечать. А вообще из вашей общей практики, вот как-то можно сказать, что практически все случаи, ну или хотя бы ливийная доля случаев вот этой ранней беременности, она как раз приходилась на неблагополучную семье? Или наоборот? Ну, вы знаете, традиционно принято говорить, что, как правило, такое случается в семьях, где не совсем благополучно. Я скажу так, что если анализировать каждый случай нежелательной, нежеланной подростковой беременности, то случаи совершенно разные. Да, конечно, большинство это, когда мама с папой в разводе или папы нет, мама занята с утра до ночи на работе, или же папа воспитывает девочку один, или мама там одна воспитывает сына. И, как правило, возможно, это семья, где родители пьют, ну или другая какая-то социальная проблема, беда. Но бывают ситуации, когда очень вполне сплоченная семья, достаток, много чего есть, но просто нет внимания ребенку. Не обращается внимания на ребенка. И вот там, где не обращают внимания на ребенка, где не замечают, как ребенок вырос, что он ест, что он пьет, куда он ходит, с кем он дружит. То есть не живут его интересами, да? Не живут его интересами, какие проблемы насущные его интересуют, есть ли эти проблемы, или скандалы. Конечно, таким образом ребенок начинает замыкаться в своем собственном миру. Что это? Или это таким образом манифест, обратите на меня внимание, и видите, если я ребенок у вас, алло, я выросла, я живу половой жизнью, я взрослая, я сама решаю свои проблемы. Но решать проблемы, ну не всегда ребенок может или подросток, девочка, решить таким образом. То есть как раз ранняя беременность, это та самая проблема, которая перерастает из проблем ребенка в проблемы взрослых. Да, и что делать в этом случае, конечно, тут, ну, мне кажется, тут вообще советов быть не может. Но вот интересно, почему всегда тычут пальцем и обвиняют девочку, при этом обходя стороной мальчика. То есть вторая сторона вот этой вот ситуации, которая, я думаю, в той же самой степени, в принципе, виновна в этом. А семья этого мальчика, вот мы говорим, девочку плохо воспитали, девочка вот 14 лет забеременела, а семья мальчика, а родители мальчика, которые воспитывали этого ребенка. То есть вот здесь вообще в таких ситуациях разбирается вообще и сторона мальчика? Сейчас разбираются, да. У нас издревле считается, что, ну, менталитет у нас такой, что всегда обвиняют даже маму. Вот не углядела за дочкой, ты виновата, то есть муж может поругать или даже, ну, даже побольше там что-то с женой, если с дочкой такое случилось. Как бы в этом случае всегда, ну, как бы старается обвинить мать, чтобы она не углядела, она не посоветовала, она там не досмотрела и так далее. Но это проблема и отца, и проблема и мальчика тоже. Ведь когда начинается разбор, от кого, кто отец, находится парень, папа, будущий, да, так скажем, он тоже не готов к этой интересной ситуации. И потом выясняется, что на самом деле, в общем-то, молодые люди не планировали быть родителями. Ну, вот так получилось. Ну, если девочка знает или парень знает, что они живут половой жизнью, не предохраняются. И при этом, естественно, получается, вот то, о чем мы сейчас обсуждаем, то, конечно, обвиняют, как правило, традиционно девочку обвиняют маму. Но на самом деле, я говорю, это проблема уже всех, и папы, и мамы, и образования, и здравоохранения, и силовых структур. То есть начинается уже выходить... Общий разбор полёта, да, скажем так сказать. Общий разбор, и всем мало не покажется. Ну, вот интересно, девочка в 14 лет, ну, мы зациклились на 14, просто это самый ранний, да, возраст, когда вот была замечена беременность, да, 14 лет. Скажем так, в 14-15 лет девочка уже знает, что это такое, что значит половая жизнь, какие могут быть последствия. И при этом она почему-то в продвинутом 21 веке не знает о контрацепции. Ведь об этом тоже надо говорить. Это, мне кажется, это тоже должно всё выноситься из дома. Или же вторая сторона медали, когда родители думают, если я начну разговаривать о контрацепции, значит, девочка уже решит, что уже можно. И такие разговоры, они ещё очень раны для неё. Вот очень такой щепетильный вопрос, когда маме надо начать говорить своей дочери о средствах защиты, да. Маме нужно начать говорить с очень раннего возраста, что такое семья, что такое мама, что такое папа. Ну, при этом я не призываю тому, что нужно рассказывать, как появляются дети. Ни в коем случае. Дети в любом случае интересуются всегда. Любимый вопрос, мама, как я появился на свет, с капустой там, аист принёс и так далее. И рано или поздно они узнают в картинках, в интернетах это. И, конечно же, всё тайное становится явным. А всё тайное всегда запретное, это всегда интересно, это всегда сладко. Вот. И чем раньше мама будет рассказывать о том, что, да, нравственно, девочка должна выйти замуж невинной, она одевает белое платье, белую фату, да, но не все при этом в практике или в жизни выходят замуж именно вот таким образом, да. Ну, бывает, что, ну, получилось так. Вот. Отсюда родители или опекуны должны принять решение. Очень сложное решение в своей жизни, как поступить дальше. Прервать эту беременность, либо женить этих молодых людей, которые ещё не имеют паспорта даже иногда. Что будет с учёбой, как быть со школой, с ПТУ и так далее. Что делать? Узнает школа, узнает аул или узнает родственники, будут тыкать пальцем. Ну, то есть вопросов много. Вопросов очень много, много слёз, много трагедии. И родители психологически не готовы тоже к этому. Родители тоже будут нуждаться в какой-то психологической помощи. Да, есть психологи, есть работники в поликлиниках, каждый, которые могут проконсультировать, посоветоваться, посоветовать. Но принимать решение, пролонгировать эту беременность, либо прерывать, всё равно ляжет на плечи родителей. Ну, зачастую родителей девочки. Ну, вот такой вопрос. Чисто физиологически, с точки зрения развития ребёнка. Когда девочка боится сказать о том, что она беременна, а из месяца в месяц, из недели в неделю, даже скажем так, да, растут объёмы талии и объём живота, и она уже не в состоянии просто скрыть эту проблему. Ну, вот сейчас обращаемся прямо вот к девочкам, к этим, да. Ну, может быть, всё-таки целесообразно явиться к маме, ну, скажем так, ну, грубо говоря, с повинной. И рассказать, чем у тебя, ведь это же тоже чревато для здоровья девочки и ребёнка. Что будет, если утягивать семи-восьмимесячный живот? Ну, вот что от этого может произойти? Ну, прийти с повинной – это очень нелегко психологически ребёнку. Тем более, если семья воспитывается в таких строгих правилах, где соблюдена иерархия, маме только цензура определённая, можно говорить, папе тем более, бабушке с дедушкой тоже. Хорошо, если в этой семье найдётся, ну, друг какой-то близкий, сестра, тётя, с кем можно поделиться. Если нет, ну, то нужно, конечно, нужно набраться смелости и прийти с повинной, чем натворить какие-то дела, а потом много-много лет происхлёбывать бесплодие, какие-то последствия, травмы психологические. Это гораздо тяжелее. Поэтому девочке, да, нужно, мама должна знать, что что бы с тобой ни случилось, я тебя поддержу, ты только признайся, ты скажи, чтобы я вовремя могла принять какие-то меры. А девочке нужно не бояться маме об этом сказать. И тогда эта проблема не превратится в трагедию, такую, как суицид, как там отравилась или попыталась отравиться, наложить на себя руки, или там аборт какой-то... А последнее событие – родить и оставить ребёнка на обочине дороги или где-то. Да, оставить, выкинуть в туалете и что-то вот такое. Это страшная трагедия, с которой потом придётся жить всю жизнь эту ношу, и назад уже не вернёшь ничего. Это очень сложно. А потом, когда тебе уже будет 30, 40, и у тебя не будет детей, потому что ты когда-то вот так вот сделал, ну, а мог родить. Родить и не обязательно оставить. Родить, и семья могла бы поддержать этого ребёнка. Ну, если, конечно, не прерывать вовремя. И если в семье есть доверительные отношения, это главное. Я благодарю вас за то, что вы нашли время для нашей программы. Я надеюсь, что хотя бы доля той информации, которую вы сегодня принесли в эту студию, ну, она дойдёт до тех, у кого сейчас на этот момент сложилась подобная ситуация. Ведь никто от этого и на будущее даже не застрахован. Согласитесь со мной? Это может произойти совершенно с конечным. Да, никогда не надо думать, что это не про меня, это не про моего ребёнка. Это про ту девочку в соседнем ауле или в соседнем дворе. Нужно здесь и сейчас подумать, поговорить с дочей, поговорить с сыном, объяснить ситуацию. И, как говорится, вооружён, если... Если есть информация. Есть информация. Спасибо вам огромное. Мы желаем здоровья вам, всей вашей семье. Спасибо. Спасибо большое. С 1 февраля РГКП, научно-практический центр развития социальной реабилитации, начал работу по выполнению государственного заказа на проведение слухоречевой реабилитации детей, перенёсших операцию по установке кахлеарного импланта. Всего с февраля по декабрь 2016 года реабилитацию пройдут 250 казахстанских ребятишек. С 2007 года в республике были проведены операции по установке кахлеарного импланта. Около 2 тысячам детей государством на эти цели выделено более 2 миллиардов тенге, так как кахлеарная имплантация – очень дорогостоящая процедура. Её стоимость – более 10 тысяч долларов США. Ещё дороже стоит внешний речевой процессор, требующий замены раз в 5 лет. Суть операции заключается в установке в голове пациента импланта, способного преобразовать звуки в электрические импульсы понятной нервной системе, то есть, образно говоря, человек начинает слышать не ухом, а мозгом. Дети, перенесшие кахлеарную имплантацию, нуждаются в прохождении длительной послеоперационной слухоречевой реабилитации, чтобы иметь возможность не только слышать звуки, но и научиться различать их, а самое главное – говорить. Для осуществления этой работы на государственном уровне в 2014 году было создано РГКП – Научно-практический центр развития социальной реабилитации подведомственное Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. В первый год работы реабилитацию прошли 170 детей из Астана, Алматы и Североказахстанской области. В этом году реабилитацию пройдут 250 детей со всей республики, при этом 150 человек в режиме дневного стационара и еще 100 – в условиях круглогодичного наблюдения. В течение 15 дней с каждым ребенком будет работать ряд специалистов – сурдолог, лор, массажист, сурдопедагог, логопед, психолог и другие специалисты. И еще одна новость. Руководители столичного управления здравоохранения рассказали о подготовке меморандума по удержанию цен на лекарства. Новая система навигации в поликлиниках и внедрение электронных паспортов здоровья сообщается на сайте Акимата Астаны. 20 февраля в здании столичного Акимата состоялся заключительный брифинг в рамках акции «Активный гражданин», в ходе которого участники обсудили актуальные вопросы здравоохранения, образования и трудоустройства. Среди вопросов здравоохранения болезненными для горожан остаются вопросы повышения цены лекарства, длинные очереди в поликлиниках и долгое ожидание карет скорой помощи. Препараты, которые люди получали при эндокринных заболеваниях, сахарном диабете, почечной недостаточности и других недугах, как и прежде будут выдаваться. Для сокращения очередей в городских поликлиниках, помимо строительства новых учреждений амбулаторно-поликлинического уровня, в поликлиниках города внедряется система навигации, специальные коридоры для детей, пожилых людей и остальных категорий граждан. Отдельный коридор функционирует для беременных женщин. Для удобства жителей оптимизировано время приема врачей, увеличено время сдачи анализов. Улучшилась и ситуация на станции скорой медицинской помощи. Сотрудникам оказана социальная помощь. Для врачей выделили 94 места в детских садах, чтобы они могли круглосуточно работать. Кроме того, они обеспечиваются служебным жильем. Открытым остается вопрос нехватки машин скорой помощи. Но самым важным проектом в этом году считается внедрение электронного паспорта здоровья, который будет хранить информацию от рождения человека до старости. Все данные на устройствах будут конфиденциальные. Врачи смогут вносить изменения в электронные карты только при наличии кода доступа. О других новостях казахстанских и мировых вы узнаете из блока Медновостей прямо сейчас. В Казахстане ведут систему записи на прием к врачу через Центр обслуживания населения, сообщила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дусенова. По словам министра, внедрение такой системы должно упростить процедуру проведения профмедицинских осмотров. К тому же с помощью нового режима хотят решить проблему очередей в поликлиниках, республике и уменьшить нагрузку на врачей. Так записаться на прием к врачу через СОН можно будет тем, кому необходимо пройти профосмотры при трудоустройстве или поступлении на учебу. Также можно будет получить результат осмотров или медицинскую справку о прохождении. В министерстве пока не планируют сразу переходить к новому режиму. Его будут внедрять поэтапно с учетом готовности информационных систем медицинских организаций. По словам Тамары Дусеновой, новая система станет альтернативным окном для населения в получении медицинских услуг. В селе Казымщак Сузакского района Южно-Казахстанской области на протяжении двух недель принимала лечение 14-летняя девочка. 4 февраля она поступила в местную больницу с раной от укуса собаки. На нее напала соседская собака. Отец девочки застрелил животное и передал ветеринарам на обследование. Результаты лабораторного исследования были готовы по истечении 15 дней. Бешенство подтвердилось. Девочка скончалась. У специалиста заявляют, что в связи с предварительным выявлением факта бешенства в области будут проводиться мероприятия по профилактике заболевания. В Карагандинской области родители новорожденного требуют наказать врачей. Во время операции кесарево сечения младенцу сломали ножку. МЧП произошло в больнице Шахтинска. В родильном отделении ножку крохи туго перетягивали, а после роддом их отправили в областной центр травматологии. Там через пять дней заверили, что нага в порядке. В областном управлении здравоохранения рассказали, что знали об этом случае с самого начала. Чиновники уверяют, что о халатности врачей в данном случае речь не идет. У хирургов просто не было выбора. Ситуация была критическая. По статистике, в Казахстане операцию кесарево сечения делают в среднем каждой седьмой роженицы. И хотя травмы в этих случаях нетипичны, риск для жизни ребенка всегда больше, чем при естественных родах. Уровень перинатальной смертности среди таких малышей в шесть раз выше, чем среди рожденных естественным путем. Нередки случаи гипоксии, наркотических депрессий после наркоза и внутричерепного кровоизлияния. Случается, что малыши получают небольшие порезы скальпелем. Но вот переломы очень редки. Тем временем, отец считает, что травма будущем может негативно отразиться на здоровье сына. Возможно, он даже останется инвалидом. Поэтому намерен подать в суд и изыскать враче компенсацию за причиненный моральный и физический ущерб. Но врачи уверяют, что травма не будет иметь последствий. А вот отцу малыша надо сказать спасибо врачам, спасшим его сыну жизнь. 23 воспитанника детского сада Булашак города Кентау оказались на больничной койке. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за детскими образновательными и пищевыми объектами Департамента по защите прав потребителей Южно-Казахстанской области Мируэр Терекбаева. По словам специалиста, 10 февраля в больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит и пищевое отравление поступил один ребенок. 11 февраля еще шесть. 12 февраля девять детей. 13-го семь детей. Всего были госпитализированы 23 детей из восьми групп детского сада Булашак города Кентау. Причиной пищевого отравления послужил готовый пищевой продукт, который был инфицирован в ходе разделки с рук посудомойщицей. Как пояснила руководитель отдела, пищу детям готовила посудомойка, которая и была заражена стафилококком. Распространению инфекции способствовало нарушению технологических процессов приготовления пищи, несоблюдение санитарно-гигиенических норм и личной гигиены, а также неудовлетворительное санитарное состояние объекта. По выявленным нарушениям вынесено постановление об отстранении 33 сотрудников детского сада до прохождения полного медицинского осмотра, а также вынесено постановление о приостановлении деятельности данного объекта. Материалы дела переданы в суд. В данное время здоровью детей ничего не угрожает. Все они выписаны домой. 50-летняя жительница Северного Казахстана умоляет чиновников присвоить ей инвалидность. Женщина сейчас весит 140 килограммов. У женщины болят суставы, сахарный диабет. Давление прыгает до 200. Работать она не в силах. Каждый шаг стоит ей титанических трудов. Но соцработники отказываются объявлять ее инвалидом и советуют большой женщине из маленького села просто записаться на фитнес. В этом причина всех проблем, уверены медики. Только надо похудеть. Женщине так и заявили на последней медкомиссии. На инвалидность нечего рассчитывать. Из-за ожирения его не дают. А другие болезни надо просто лечить. К тому же медики подтверждают, сейчас получить инвалидность стало действительно сложнее. В прошлом году по приказу Министерства здравоохранения из списка болезней, подлежащих инвалидности, вычеркнули много диагнозов. А между тем, суд Европейского союза в Люксембурге постановил, что ожирение в некоторых случаях может быть видом инвалидности. Согласно решению суда, ожирение вызывает ограничения в подвижности человека, поэтому является основанием для того, чтобы он освобождался от работы, связанной с дискомфортом. Отмечается, что решение суда может повлиять на трудовое законодательство в странах Европы. Заботу о старшем поколении проявляют алматинские медики. Уже пять лет в городе действует школа здоровья для пожилых людей. Сегодня здесь учат, как распознать гипертонию, чем ее лечить. Эти врачи уже стали для пенсионеров и ветеранов не просто специалистами, скорее они друзья, с которыми можно обсудить опасения и не спеша вместе разработать удобную методологию для поддержания здоровья. В следующую встречу медики планируют рассказать пенсионерам о профилактике и лечении сахарного диабета. Если им необходимо какое-либо обследование, то совместно сразу же, какие у них есть вопросы, какие у них есть пожелания, мы тут же учитываем. Проводим сразу непосредственно обследование этих пациентов, совместно с узкими специалистами. Если нужна консультация узкого специалиста, мы их тоже приглашаем и тут же проводим обследование. В Китае зафиксирован третий случай заражения – лихорадка ЗИКа. Об этом объявил Государственный комитет по делам здравоохранения. Заболевание выявлено у 38-летнего мужчины, вернувшегося из туристической поездки с островов Самуа, Фиджи. По его словам, во время отдыха его покусали комары. На обратном пути у него поднялась температура, а по прилете был установлен диагноз. Выявить больного помогли специальные устройства, установленные в международных аэропортах Китая. Ранее власти усилили в них санитарный контроль. Отметим, что предыдущий завозной случай заражения был также зафиксирован при помощи специальных приборов. Друзья, к этой минуте у нас все. Мы встретимся ровно через неделю. Я обещаю, что мы вновь поговорим о том, что всех нас делает хоть немного, но здоровее. Не болейте. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»